всем привет вы на канале пользы нет меня зовут сани и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства но в этот раз это дело довольно сложное почему потому что в руках у меня редми ноут 13 4g и что это такое то и чем это едят почти 400 тысяч баллов в antutu средняя плотность пикселей 120 герц экрана помимо этого минимальный шим внимание 760 780 люксов максимальная яркость при том пиковая поднимается до 1800 люксов и это прям нереально круто гибридные слоты здесь можно запихать и карту памяти и симку либо две симки при том карту памяти до одного терабайта обратите внимание что рамки уже минимальные и фронталка реально маленькая да здесь просто море недостатков с одной стороны с другой стороны это фактически ультра бюджетник в долларовом эквиваленте во всяком случае был вчера и здесь есть имени джек и инфракрасный порт и я не скажу что он тормозит и выглядит он нормально но стоит ли его приобретать и рассматривайте за какой ценник по моему субъективному мнению вы разумеется сейчас узнаете в ролике вместе с результатами всех тестов к слову мы его уже гоняли на пользу стримы что такое гоняли это была прожарка играл и при вас рассматривал тот же шим который здесь меньше 20 процентов как он реагирует на фонарик с автояркостью и что у него все в порядке с датчиком приближения магия но факт смотрим распаковка поставляется смартфон в коробке из плотного картона коробка стандартная упаковка обыкновенная в комплекте у нас сам смартфон защитный чехол неплохого качества защитная пленка блок питания на 33 ватта кабель юсби и на тайп си краткое руководство пользователя ключ для извлечения слота по 2 наносим карты или одну наносим плюс карту памяти до 1 терабайта вес смартфона составляет 188 граммов а габариты 162 на 75 на 8 миллиметров розыгрыши море читаем описание какие сейчас актуальны постоянно это 5 мебендов 8 серии разыгрывается за лайк подписку и комментарии к любому видео ежемесячно подписывайтесь колоколом перейдем же к смарту приобрести ноут 13 4g можно в черной зеленой синий и желтой расцветки грани прямые тыльная часть как и рамки выполнены из пластика блок камера оформлен интересно собран смартфон на свою стоимость хорошо данная модель как по мне интереснее выглядит по сравнению с редми ноут 12 да и качество материалов разумеется лучше вообще шаг вперед очень 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 большой в руке смартфон лежит в целом комфортно одной рукой пользоваться можно но неудобно так как это не компакт материалы тыльные крышки марки с другой стороны практически все носят смартфоны в чехлах но тактильный он приятный на корпусе расположена кнопка питания качели регулировки громкости микрофон и динамики разъемы избитая пси от ага версии 20 что неудивительно но нехорошо плюс есть миниджек на три с половиной миллиметра и к порт и к слову никакие там крышки здесь не прогибаются как было когда-то в пока x3 про как вы помните по звуку мы имеем стерео с поддержкой dolby atmos звучание неплохое но иди хорошие динамики громкие с небольшим перекосом по громкости в нижний динамик вообще меня приятно удивил звук то что здесь стерео и второй момент это то что не совсем все печально bluetooth установлен версии 5.1 вибромотор слабенький последнее что хотелось бы отметить это защита от влаги по стандарту ip54 разумеется защита не предназначена для погружения смартфона в воду но от дождика смартфон погибнуть не должен хотя его это пить не буду все-таки это бюджетник чего от него хотеть летим дальше дисплеем а лет на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей частота обновления экрана до 120 герц но оптимизирована под это дело не все программы а точнее только сама оболочка цветовой охват сто процентов 10 п 3 контрастность 5 миллионов к одному и защита corning gorilla glass 3 версии рамки у экрана маленькие в целом как и подбородок да и по сравнению с прошлой моделью экран выглядит лучше и качественнее плотность пикселей 394 пиковая яркость по заявлению производитель 1800 не то у меня пробивал еще больше по моим замерам яркости на 100 процентах выдает 700 с лишним люксов и он практически яркость даже в играх не сбрасывает но об этом чуть позже тест на частоту дискретизация касания вы видите на экране шим минимальные 20 процентов нету здесь в отличие от samsung s24 который оля победил шима показывает 40 процентов мультитач на борту и неплохо откликается на 10 касаний одновременно always on display в наличии но не полноценные так как это сяоми они любят таким образом разбивать на классы свои смартфоны с другой стороны у них в пока x6 про 10 секундный а вот они только в аоды нормальные в суп флагманах и флагманах ставят разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев при том он внедрен в экран вы ощущаете что уже делают эти бюджетники есть еще измерение пульса также по пальцу в экране распознавание лица и стандартные способы разблокировки лица можно добавить 2 сканер отпечатков пальцев работает иногда с промахами но очень редко и довольно быстро опять же для бюджетника прям вау распознавание лица срабатывает хорошо завести биометрические данные можно одного пальца пять раз это не очень хорошо летим дальше процессор здесь qualcomm snapdragon 685 с тех процессом 6 нанометров и 8 ядрами максимальная частота у него 2,8 гигагерца графический процессор адрес 610 оперативная память lpddr4x на выбор 8 или 6 гигабайт внутренняя память ufs 2.2 и на выбор 128 или 256 гигабайт интерфейс миа и 14 на базе андроида 13 версии так как у меня глобальная версия смартфона русский язык разумеется на борту имеется поддержка вай фай 5 серии поддержка 4g сетей ниже для 4g 7 3 20 band разумеется на борту связь смартфон ловит хорошо датчик приближения работает как физически и вообще никаких претензий поддержки и sim разумеется нет как и нет поддержки 5g так как для этого есть версия ноут 13 5g а gps тест городских условиях показывает точность до трех метров напоминаю что записи разговоров разумеется в нем нет потому что это глобальная версия смартфона без уведомления собеседника начали записи в звонилке функции записи разговоров нету емкость аккумулятора 5000 миллиампер часов смартфон поддерживает быструю зарядку до 33 ватт и заряжается от 0 до 27 процентов за 15 минут от 0 до 60 за 41 от 0 до 80 за один час пять минут и от 0 до сотки примерно час 15 час двадцать использую зарядку на 67 ватт или на 33 неважно это будет по автономности в писи марки он выдал 8 часов 36 минут а это не отражает реальную автономность потому что в папке он реально поедает примерно только 16-18 процентов в час это вообще слезы и играть можно в не в не устаете понятно но в обычном папке при том лаги начинаются только через полчаса и он сбрасывает яркость только на 100 люксов то есть семи сотен до шести сотен вот такой вот смартфон очень даже достойный перейдем к тестам троттлинг тест проходит со следующими результатами 239 гипсов максимум 230 гипсов среднем и 212 минимально на 100 потоках при 60 минутах сколько он выбивает в гиг бенч и 3d марки всем остальном вы видите на экране но особо хочу отметить antutu в которой результат 379 тысяч попугаев и раньше говорил 400 тысяч баллов antutu это достаточно для того чтобы у вас смарт не лагала вас радовал в операционке сейчас я вам скажу что 120 герц это чистой воды маркетинг вы их практически нигде не увидите потому что смарт не тянет большому счету нужно минимум сейчас в antutu для комфортного использования смартфонов видеть 500 тысяч баллов ну и понятно это желательно чтобы был бренд а эшелона потому что от прошивки тоже многое зависит сторож тест показал очень неплохие для этого типа памяти 55000 и результаты стресс-теста вы тоже видите на экране переходим к камерам основной сенсор samsung s5k h м3 на 108 мегапикселей с апертурой 1 и 8 и максимальным разрешением для видеосъемки в 1080p 30 fps сверх ширик на 8 мегапикселей с апертурой 2 и 2 и углом обзоров 120 градусов плюс есть макросенсор на 2 мегапикселя с апертурой 2 и 4 смарт использует цифровой зум и обыкновенную лет вспышку фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана с максимальным разрешением для съемки видео 1080p 30 fps качество видео и фотосъемки предполагаемая учитывая сенсоры и стоимость целом ничего удивительного и сверхъестественного короткий пример вы сейчас увидите к слову мне понравились фотки исходники можете посмотреть моей личной телеге я думаю что вам они понравятся понятно с видео полная беда 1080p 30 fps и вот так вы сможете снимать как вы завариваете кофе на этот смартфон я кстати предполагал что все будет намного хуже и по мне все даже очень неплохо я не про кофе про съемку съемка огонь и вот так сможете снимать как наливаете кофе фокус дышит просто пример работа ультра ширика до x2 понятно что это больше для вида штуковина но во всяком случае можем чуть-чуть оценить основная в 1080p 30 fps нет ощущения что здесь вообще какая-то стабилизация есть но снимает при том с основной можно делать зум максимум x6 он такой посредственный мягко скажем то есть лучше бы его не было но с одной стороны может быть и хорошо что есть кому-то будет полезен этот шум шум и фронталка в 1080p 30 fps единственно что меня интересует это rolling shutter и немного футблоггинга 1080p 30 fps вращение что вообще не 30 fps fps 8 ну-ка это он я на зарядке снимаю снял зарядки такая же пробуем еще раз увидеть 30 fps но их не вижу надеюсь что вы их видите еще немного футблоггинга совсем чуть-чуть основной модуль ничего особо мучить смартфон правда нечего ультра ширик и вам его точно хватит ночью и фронталка которая при нормальном более менее освещение даже ночью кажется даже ничего по сравнению с основными модулями да и вот съемка в лифте обзор одним кадром наверно делать не буду на смартфон все-таки за 12000 но в целом смарт снимает неплохо могли бы еще на ультра ширик сделать переключения и это съемка на ультра ширик также в лифте это съемка фронталки ну и совсем немного съемки ночью вообще чуть-чуть потому что так конечно снимать на этот смартфон однозначно не стоит неразумно слишком темно это ультра ширик ночью тоже ничего увидеть не будете 99 процентов и это фронталка ночью прям совсем темно 1080p 30 fps и вот так и в еще одном лифте сможете снимать и не знаю мне вот нравится этот смартфон чем дольше с ним хожу чем дольше тестирую осознание того что он когда-то бы стоил при 76 рублях за доллар 8700 8600 на старте без капли со всеми портами со стерео ну прям есть движение в бюджетках у сяоми но модуль день дождик и вот так при рассеянном свете вы сможете снимать рядом с дорогой я не вижу здесь 30 fps хотя может как раз это и есть 30 fps может быть вы видите так вы сможете снимать если вам это будет надо и фронталка те же условия не скажу что волшебные немного красивых цветочков какого фото и видео примеру без кошака да все насладились его кайфом ну и хватит стандарт очень долго фокус вот он дешевый чип фол дешевый смартфон фокус long time примеров мало не бывает даже пусть от этого youtube будет говорить друзья это ужасный ролик знаете почему потому что вы зато увидите реально что смартфон может а что нет если опять же вы досмотрели до этого момента значит вам это дело важно правильно вот с автофокусом здесь со скоростью вообще беда минусы слот не полноценная гибридный и легкий перекос по звуку цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео не знаю какая сейчас будет на момент вашего просмотра но она обычно радует не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании именно там этот смарт вчера стоил 12 тысяч 90 рублей за эти деньги можно было бы не делать вообще обзора просто его купить те кто у меня спрашивал вчера на прожарке этого смартфона на стриме стоит ли приобретать его или samsung a14 я потом посмотрел спеки а14 посмотрел на его экран и смеялся в голос потому что устройство абсолютно разного класса xiaomi в этом смысле молодцы первое я бы хотел довольно сложные просто одновременно почему потому что фотографии здесь довольно приличные учитывая стоимость видео здесь конечно же отвратно и как вы уже прекрасно это дело смогли заметить если говорить про внешний вид мне этот форм-фактор импонируют грани прямые держать удобно нет ощущения что у тебя эконом-класс в руках за 12000 что его вчера продавали как у меня спросили а сравни его с самсунгом а 14 до экрану самсунга 14 вы видели это абсолютно другого класса устройства и вот это уже лоукост то есть это максимально дешевое устройство это устройство не просто с претензии на средняка это прям почти средняк не считая процессора процессор здесь не выбивает даже 400 тысяч баллов в antutu что это значит это значит что эти 120 герц это чистой воды маркетинг с другой стороны в папке играл полчаса он свободно тянет понятно с минимальными настройками графики но в целом никаких супер претензий мне к нему нет до touch работал не супер волшебно но грани минимальные стерео адекватная вибро разумеется супер дешевая в целом какие мне могут быть претензии к девайсу за 120 долларов да если сейчас вы его в магазине увидите там за 200 разворачивайтесь и смотрите в другую сторону потому что есть и пока x6 которые по 18 продавали вообще на алихи рано или поздно распродажи появятся снова потому что ежемесячно они там и проводятся если говорить про стоимость даже за 14000 когда его скидывали я говорил ура когда его скидывали по полу 16 и продавали совместно с пока м6 про когда пока м6 про стоил 14 казалось xiaomi вы что-то попутали смартфон не лучше но сейчас однозначно этот смарт не просто стоит своих денег он прям вау если за 14 можно посмотреть еще на другие варианты опять же бюджетники будут выходить но по такому вкусному за 12 ценнику я подобного еще не видел я понимаю что смартфон эконом-класса обозревать такое себе но огромный плюс ему за экран учитывая неважно какую стоимость это бюджетник огромный плюс что здесь тайпсиш не как повторяю здесь ужасная съемка но здесь есть инфракрасный порт и миниджек и особо кроме 33 ватной зарядки которая конечно ультра долго заряжает у меня претензий к данному смартфону нет и быть не может почему потому что молодцы молодцы что сбросили ценник не молодцы что в начале ставили какой-то космический это самое но в линейке у рэд миков сейчас в глобале ноги могут сказать три года смартфоны стоят на месте бюджетники нет если посмотреть три года назад что делали те же родные это что сейчас в бюджете они делают это просто небо и земля этим смартфоном приятно пользоваться девайсу от меня однозначно и да подписывайтесь на канал с колоколом пишите на что еще хотите чтобы я сделал обзор разумеется у меня еще редми ноут 13 прород минут 13 про плюс все купил все пришло все будем гонять в прожарках на этот может быть еще даже обзор одним кадром сделаю по приколу чтобы посмотреть как эта камера одним кадром сможет ли снимать вообще хоть чуть-чуть с автофокусом вообще людей шиби да конечно про видео лучше молчать вы и сами все видели добра и удачи вам дорогие друзья